Всем доброе утро! Сегодня вторник. На улице идет дождь, как вы заметили. Я в теплице. Думала, что у меня все получится, я по-быстрому все сделаю. Но думаю, дождь нам не помешает. И сосед с жаркой, думаю, тоже не помешает. Что я сейчас сделала? Вон у меня стоит там распрыскиватель. Я налила литр воды и развела защиту от пустоцвета. Стимулятор плодообразования 100%, гарантия быстро, богатый урожай, универсальный. В общем, на литр воды развела. Опрыскивала одну сторону вот эту. Еще немножко осталось. Чем сейчас мы и займемся. Чтобы помидорки хорошо, плоды образовывались, нужно опрыскать каким-нибудь препаратом. Так, еще цветок не открылся, но вот тут есть. Сосед у меня сегодня в работе, потому что не жарко, дождь идет. У всех работа. Кстати, комаров нету, наверное, последнего прибила. Сегодня планы с утра. Дождик все ломает, все мои планы. Думаю, между перерывами всю работу я свою сделаю. Я немножко тут еще траву порвала. С грибла. С грибла уже совсем мало. С грибла уже кончается, наверное. Останется там немножко на огурцы. Ну да, на огурцы. Здесь помидоры уже обрызгала. Базилик растет вот здесь у меня. Он уже какой большой. Я его прям сюда осеяла. С помидорчиками. Вот уже помидорка красненькая. Одна там, вторая подходит на первой кисти. Так. Что я хотела показать сегодня. В общем, вперед мы пасынки обрывали. Подвязывали стяжками. Вот стяжки. Что еще? Пасынки, листья нижние. Вот у всех помидор. Также еще сегодня немножко обрезала лист, который очень большой, жирующий. Мешает быстрому развитию и покраснению помидор. Покраснению не знаю, но плодообразованию листья мешают. Что не даю жировать помидору. Вот уже тут снизу завязывается. Значит, мои пасынки, наверное, неделю назад обламывали. Вот уже тут помидорка, тут помидорка второй кисти. Так. Раз, два, третья кисть уже образовалась. Ствол снизу голый. То есть пасынки, листья, которые такие длинные, очень жирные. Я их пополам обрезаю. Сейчас покажу, как. Ну, наверное, все знаете, как. Сейчас ножницы возьмем. Ножнику нужную только найдем. Где она сильно лохматая. Ну, вот эта примерно. Ну, вот она уже обрезана. Вот видите? Это мне там сын помогал. Кстати, а снизу не обрезал. Вот так. Снова. А, новые, наверное, уже пошли. Потому что я его тут контролировала. Жарко было тут раз. Так. Ну, вот так вот. Чик. И все. Ну, не сильно, как сказать. Не все сразу. Потому что болезненно это не переносит. Хотя по ним не видно, что там болезненно, не болезненно. Вон еще помидорка зеленая. Первая кисть, вторая кисть. Каждая помидорка у меня подвязана. И каждая почти что вот в этом ряду подписана. Потом буду смотреть. У меня тоже пронумерованы пакеты. Так, ладно. На этом все сегодня. В теплице. Еще у меня стоит там раствор лука. Для лука с нашатырем. Дождь, не знаю, помешает, не помешает. Ну, он мелкий такой. Это просто звук такой в теплицу. Развела в ведре. Нашатырь. Нет, еще не развела лук. Только залила. Хозяйственное мыло. Так, это кто-то там на коне проскакал. Я думаю, у меня тут кто-то пришел. Звуки такие. Думала, кто-то в гости пришел. Ладно. Сейчас покажу вам. Дождь так, по крайней мере, не сильно. Это в теплице стою. Кажется, что сильно. Мыло. Нужно нашатырь сюда 10 литров. То есть, на 10 литров 10 ложек нашатыря. И полить от пожелтения лук кончики. Вот уже здесь наведено и здесь наведено. Сейчас будем этим и заниматься. Потом еще нужно будет кое-какую работу сделать еще. что-то. Вот у меня тут ягодки спеют. Походу, покажу сейчас сразу. Вкусники. Где мимка? Где-то. Все, пойдем. лук обрабатывать. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут уже кто-то поживился. Там у меня лук. Сейчас будем его обрабатывать на шатырем. Который вот крайний самый. Вот здесь уже принесла на шатырь. Двушку. Нужно 10. 10 этих налить. Отключусь пока. Неудобно вообще одной рукой наливать. Я добавила 10 ложек. Влейку 5. Там меньше. Пойдем поливать. Вроде бы кончики они вот совсем чуть-чуть. Вот здесь. Вот тут видать вот. Видите, желтенькие. Надо пролить. Вот эту всю грядку пролить. А потом еще у меня работа есть. Так. Так. Лук я пролила. У меня осталось совсем немножко. Вот я на капусту. Ничего падения не будет сюда. Лука не будет и капуста не будет. Вот настолько только хватило. все. Дождь разошелся. Дорожки потом тяпать надо будет. В дождь не будет тяпать. Пойдем. Цветочки еще надо пересадить. У меня здесь цветочки наросли. Сегодня такая погода. Я не думала, что они здесь вылезут. Вот это львиный зев. Вот это тоже большой львиный зев. Это овечьи ушки намокли бедненькие все. Дождь мелкий идет такой. Самое то, а то когда будет жара, эту бедную рассаду она тогда все уничтожит. Вот. Нужно ее рассадить вот в эти горшки. Если останется еще в палисадник. Может быть сюда еще между этих вот сюда ткнуть, посадить. Сорока не добралась до цветочков. Вот она прилетала, вот здесь все обдирала. Сейчас наверное ягодами занята сорока. У меня тут питуньки вон цвести начали. Сейчас покажу вот это красивое. Вот. Хотя на камеру он совсем другим цветом. Вот еще тут цветет вот. Два. Этот еще не зацвел. Вот с этой стороны один погиб. Видите пусто будет у меня. Выросла капуста. А с этой стороны вот цветет. И здесь приросло. А здесь была сильная жара. Ладно нужно пересаживать, а то я сейчас вся мокрая буду. Сосед там строится. Трудится. Стучит. В баночку вот так и буду рассаживать. Уже пересадила. Вот здесь. Вот здесь. Разрыхлила. Вон жук какой-то уже ползет. Дождик как раз польет, но можно самой полить. Вот здесь у меня пустой горшок. Потом. Вот где пустота я буду садить. Задерживать вас не буду. У всех своя работа. Надо что-то одеть еще. Где-то у меня плащ был там такой. Где густо туда не буду подсаживать. Где пусто подсажу. Жалко пропадет. Ну и хотелось бы чтобы кроме ушек еще какой-нибудь здесь цвет сидел. Спасибо всем. Всем до встречи. Желаю всем здоровья, крепкого, позитива, творческих успехов. Забегайте на мой канал. Подписывайтесь кому интересно. Также у меня есть второй канал. Танюшкин Рукоделие. Если не забуду, ссылку поставлю. Всем спасибо. Всем пока. Сейчас я быстренько рассажу. И пойду домой. Кушать поставлю что-нибудь. И рукодельничать. Красота, да? Вот эти какие-то корюзлики. Обычно, когда сама садила, это покупная рассада. Они мне высокие вырастали. Наверное, думаю, это от жары. Корюзлики такие маленькие. Вот ушки обалденные. Ладно. Я могу об этом долго-долго рассказывать. Давайте. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok